есть у меня вот такая вот замечательная монета не монета бона не бона пластиковые денежка в 1 рубль такой вот артефакт приднестровского монетного двора выходило 4 4 вот таких вот денежки но одна из них номиналом 1 рубль была посвящена генералиссимусу суворову вот чего ранее сегодня именно достал и запасников дело в том что сегодня русскому полководцу генералиссимуса александру васильевичу суворову исполняется 290 лет со дня рождения сравнительно круглая дата был такой был великий русский полководец военный теоретик национальный герой россии один из основоположников русского военного искусства суворов не проиграл ни одного сражения причем все они а это более 60 были выиграны при численном превосходстве неприятеля придавая большое значение нравственному элементу он везде ставил дух в высшей формы будучи решительным сам полководец и от других тоже требовал решительности самостоятельности в своих действиях к тому же на основании своего огромного опыта он выработал свою знаменитую систему воспитания и обучения войск идеи суворова как военного педагога и поныне еще применены во во мне применены во всей полноте и так александр васильевич суворов родился 24 ноября 1729 года в москве в семье дворянина его отец был генералом русской армии строго следившим за воспитанием и обучением сына который учился хорошо владел семью языками с 1742 александра побычу того времени записали в левую гвардии семеновский полк рядовым действительную службу он начал в 17 лет капралом с этого момента вся жизнь суворова была подчинена военной службе обладая сравнительно слабым здоровьем суворов постоянно закалял себя физически боевое крещение получил во время семилетней войны 1756 63 годов за время которой он проделал путь от младшего офицера до полковника и удостоился похвалы от многих русских военачальников за хладнокровие и храбрость на полях сражений становление суворова как полководство происходило во время двух русско-турецких войн победные веки императрицы екатерины 2 особенно яркой победой стал штурм считавшийся неприступной турецкой крепости измаил в 1790 году это событие вошло в анналы русской истории на раме с полтавскими бородинскими сражениями следующим этапом его боевой биографии стала командование русскими войсками против польских конфедератов 1794 году прибытие суворова в польшу сразу же переломил ситуацию в пользу русских конфедерат отступили капитулировали суворов опережая свое время мог развитие обогатить лучшие традиции русского военного искусства они были воплощены в знаменитом суворовском наставлении книга наука побеждать написанным в 1796 году после смерти екатерины в 1796 на российский престол вступил ее сын павел отношения с которым полководцы складывались непросто в 1700 97 суворов отправились в ссылку в имени кончанское но вот после обострения политической обстановки в европе и успех французской армии а старом военачальнике вспомнили вернули на службу последовала серия побед над французами если кто не в курсе то вот наполеон бонапарт в 1812 году это он к нам как бы воевать зашел с ответным визитом до этого мы его гоняли по европе с переменным успехом побивались делали мы всевозможные коалиции с разными странами чтобы его победить и вот поэтому вот наполеон в 1812 году в россию ломанулся вот не просто так это как бы ответный так скажем визит вежливости заключительным этапом полководческой деятельности фельдмаршал стал швейцарский поход 1799 года и знаменитый переход через альпы благополучный исход всего предприятия стал венцом прижизненной славы суворова ему был пожалован самый высокий военный чин генералиссимуса на это получается от павла первого князь итальянский граф российской империи суворов римикский князь и королевский родственник сардинского королевства граф римской империи генералиссимус российских сухопутных и морских сил генерал-фельдмаршал австрийских и сардинских войск суворов был уже стоять всех российских орденов своего времени вручавшись мужчинам а также многих иностранных военных орденов это Александр Васильевич Суворов умер по прибытии в Петербург 18 мая 1800 года и был похоронен в Александро-Невской лавре. 17 мая 1801 года памятник великому российскому полководцу, князю итальянскому графу Суворову, был торжественно открыт на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. На церемонии открытия, помимо многочисленной публики, присутствовал новый российский император Александр I, генералитет столицы и сын полководца. Ну что ж, вот такое вот у нас событие на сегодня. Хотелось бы один-два анекдоты, что ли, какие-то вспомнить. Поскольку он хлебал с солдатами речную воду из котелка, хамил фаворитом Екатерины II и учил людей думать по-русски. Не важно, какие из историй про Александра Васильевича Суворова являются правдой, а какие нет, все они о достойном поведении великого полководца, который в мирное время оставался настоящим патриотом. В день рождения Суворова, вот я попытаюсь вспомнить исторические анекдоты о нашем национальном герое. Вот после одного из форсирования марша в Италии, голодно-уставшие солдаты сели на берегу реки, достали ложки, стали хлебать речную воду. Когда к ним подошел Суворов и спросил, что они делают, солдаты ответите, хлебаем итальянский суп, ваше сейтельство. Суворов достал свою ложку, сел рядом с подчиненными и последовал их примеру, приговаривая славный суп, помилуй бог, славный, ваш фельдмаршал теперь сыт. Но, молчок, ребята, французички близко, один переход, у них много напечено и наварено, и все это будет наше. Однажды к Суворову с визитом приехал фаворит Екатерины II, Платон Зубов. Фельдмаршал принял его в дверях в своей спальне в одном нижнем белье. Присутствующий при этом говорил Державин, удивился такой дерзости. Суворов объяснил, что это был ответ на постовую Зубу, которого фельдмаршал воспринял как знак пренебрежения. Вот ранее Суворов после приема у императрицы явился к Зубову, тот встретил его в повседневном костюме, а не в полной парадной форме. Суворов получил от одного генерала прошение об определении его в армию. Нельзя было не заметить, что письмо было написано грамотно, идеальным слогом. Хорошо написано, сказал Суворов, но мне нужны воины, а не дипломаты. Мой Багратион так не напишет, зато имеет присутствие духа, расторопность, отважность и счастье. Ум его образован более опытами, нежели теорией. В беседе его не увидишь, он исполняет все приказы с точностью и успехом. Вот для меня, вот этого для меня и довольно. Князь Николай Васильевич Репнин, с которым фельдмаршал редко бывал в согласии, отправил в Суворову для переговоров свою любимца майора. Александр Васильевич принял его вежливо, но всячески пытался поймать гостя на немогузнайстве. Суворов не теребел, когда на его вопросы отвечали «не могу знать». Однако на каждый вопрос Суворова у майорова находился ответ. В конце визита фельдмаршал, надеясь смутить гостя, спросил, «Какое различие между князем Николаем Васильевичем и мной?» Находчивый майор ответил, «Разница та, что князь Николай Васильевич Репнин желал бы произвести меня в подполковнике, но не может. А вашему свидетельству стоит ли захотеть?» «Помилуй Бог, хорошо!» – воскликнул Суворов. «Умный человек! Могузнайка! Подполковник! Право, подполковник!» И вот догадливый майор тот же сейчас был поздравлен всеми с чинным подполковником. Иностранного офицера, присланного адмиралом Ушаковым, с новостью о взятии Корфу, Суворов спросил, «Здоров ли друг мой, Федор Федорович?» Иностранец растерялся, не понимая, о ком идет речь. Когда ему разъяснили, кем интересуется фельдмаршал, офицер сказал, «А, да, господин адмирал фон Ушаков здоров!» С гневом Суворов закричал, «Возьми себе свой фон, раздавай кому хочешь!» А победителю турецкого флота на Черном море, Потрясшего Дарданелла и покорившего Корфу, Называя Федора Федоровича Ушаков. Кто-то заметил при Суворове одного русского вельможу, Что он не умеет писать по-русски. «Стыдно!» – сказал Суворов. «Ну пусть он пишет по-французски, лишь бы думал по-русски!» Суворов всегда тренировал свое тело к сношению всех воздушных перемен. Он мог спать не только на соломе или сене, Но и на голой земле, подложив под голову седло. В суровый мороз обливался водой со льдом, И зимой не надевал шубу. Заметив это, императрица Екатерина II прислала Суворову довольно дорогую шубу, Приказав Лакедию сказать, что непременно шубу сию носил. Как сказал Суворов, солдату шубу по штату не положено. И когда присланный подтвердил, что так соизволила императрица, Суворов сказал, «Матушка, меня балует!» Быть так. Но шубу фельдмаршал принял с благодарностью, Но надевал только, когда ездил во дворец. Однажды Суворов остался недоволен действиями своего фоногорийского полка Во время маневров. Он позвал адъютанта и сказал, «Я хочу, чтобы Курису, бывший письмоводитель Суворова, Передали прошение, пусть он переведет меня в другой полк. Не хочу с ними служить, они не могут знаете». Весь полк был переведен с чрезвычайной унынией этими словами. В следующий раз действия полка были безупречны. Суворов, начиная с благодарности от полковника до рядового, Закончил свою речь так. «Я вам друг, вы мои друзья». Потом приказал адъютанту сказать Курису, Чтобы оставил его на том же полку и продолжил. «Они добрые солдаты, они исправились, они русские». Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин